Тем более, если говорят, в тревожном расстройстве спектр тревожных страхов, это, как правило, это невротический, это реакция меня. А 3-4 часа мозг отдохнёт за такое время? По-разному. Мустафаев Сидомет Мустафаевич. Родился в городе Фергане. С 94-го года живу в Симферополе, в Крыму. По профессии я психолог. В настоящее время защитил кандидатскую диссертацию, кандидат психологических наук. Отец мой это Мустафаев Мустафа. Долгое время он заведовал музеем имени нашего дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя. Истребителя-испытателя Амитхана Султана. И в настоящее время он весь в этой работе, в этом деле. Мать моя Мустафаева Элеонора, сейчас ныне почётная домохозяйка, пенсионерка. Она всю жизнь была закройщиком. Она у нас была знаменитым мастером по пошиву женского платья. Очень активный, бодрый человек. Ныне здравствующий. Я хотел быть медиком. Я с глубокого детства считал, что я буду врачом. В принципе, к этому были готовы все. Я даже поступал в 1990 году в городе Томск, в медуниверситет. Ну, по воле случая я не поступил. Но через два года я поступил на психологию. Принципиально я всегда хотел быть психологом. Мне было это интересно. Потому что всегда чувствовал, что даже если мы говорим о медицине, всё-таки приоритетным является психологический фактор. Любой страдающий человек страдает на уровне чувств, эмоций, боли. Это всё есть предмет изучения психологии. Население наше, современное население, оно до сих пор ещё категорически и психологически безграмотно. Поэтому большей частью одной из таких базовых проблем является то, что человек первоначально обращается не с той проблемой. То есть в процессе работы непосредственно с человеком очень быстро обнаруживается то, что человек, как правило, формулирует не тот запрос. Это наиболее часто. Поэтому обратиться может человек с любой проблемой. И прозвучит она вот так вот. Например, там проблема с ребёнком. Ещё одной из проблем, которая тоже часто встречается мне, это то, что человек принципиально пытается работать с третьей стороной. Это тоже одна из проблемных зон. Получается, что человек пытается исправить кого-то другого. Это тоже, с одной стороны, говорит, возможно, у психологической безграмотности человека. Ну, не обязательно безграмотности. Но в целом человек ждёт, что психолог – это некто, кто должен помочь изменить другого. Как только психолог выходит в эту зону работу, сразу можно понимать, что перед нами шарлатан. Потому что человек не работает с другими людьми, он работает непосредственно с тем человеком, который у него на приёме. Большая часть нашей жизни теперь, большая часть, объективно, это регистрируется исследователями, большая часть жизни нашей протекает в сети интернет. И поэтому, в силу того, что непосредственная коммуникация у людей затруднена в силу тех или иных причин, человеку очень легко уйти коммуницировать в сети. Поэтому столь популярны социальные сети. Вот тот Инстаграм – это же прямое олицетворение потребности человека. Во-первых, в общении. Во-вторых, в самопрезентации. Не хватает человеку того, что он может себя показать. То, что 30-20 лет назад мы делали, что называется, непосредственном общении, находясь, скажем так, тет-а-тет, лицом к лицу, то сейчас это приходится делать посредством современных интернет-технологий. Благо, они позволяют это делать. Как не сойти с ума в интернете, но каждый человек должен свою индивидуальную меру найти. И, во-вторых, качество пребывания в сети. И, например, для человека, не сведущего в мире интернета, например, полчаса нахождения в этом мире, это будет предельная количественная зона. Все, его выключит. У него включится проактивное торможение. Он минимум начнет зевать или впадет в глубокий сон. Тогда как мы, более, скажем так, продвинутые товарищи в пользовании сетями, мы будем чувствовать себя нормально. Каждый должен все-таки найти свою индивидуальную меру. Если ты чувствуешь, что для тебя контент последнего времени, в силу, может быть, твоих каких-то личных накопившихся проблем, становится деструктивен, ты чувствуешь недомогание, какие-то сигналы со стороны своей психики или физиологии, то, может быть, нужно сделать определенного рода тайм-аут. Говоря о том, что мы являемся заложниками каких-то манипуляций и картины мира, которую нам предоставляют, да, это так. Пусть ни для кого не будет секретом или какой-то иллюзией, что социальные сети построены по принципу полной демократии. Нет. На самом деле, очень грамотно, очень качественно, в силу законов нашей, вот скажем так, социальной психологии, так или иначе, развитие этих технологий, оно как раз и завязано на изучении тех особенностей души человека, вот, социального поведения, которые имеют место быть для человека, и они строятся в соответствии с ними. Поэтому картинка мира у нас опосредована тем социальным контекстом, в котором мы находимся, теми друзьями, которые являются нашими какими-то единомышленниками. Оно и будет определяться, и будет тот контент. Если этот контент тебе в силу каких-то, я говорю, ситуационных или уже устойчивых, неконструктивен, деструктивен, ты чувствуешь, что это нехорошо, то надо что-то менять. Либо в количестве, либо в качестве, либо, может быть, поменять социальную сеть, либо, может быть, очень частая проблема, какой-то круг друзей пересмотреть, потому что реальных друзей, конечно же, намного меньше. В социальных сетях у нас это очень-очень много. Депрессия, в принципе, это психическое заболевание, которое, по мнению большинства ученых, в 21 веке, его, в принципе, называют чумой 21 века, депрессию именно, и считается, что рост будет рост, увеличение количества больных, перенесших тот или иной эпизод депрессивной собственной жизни. В принципе, это заболевание емкое. Его будет только больше, больше и больше. Это болезнь современности. Первое, что будет интересовать меня, это депрессия ли, во-первых. Во-вторых, причины данной депрессии. Если вам интересно, причину депрессии может быть много. Например, наиболее такая яркая классическая дифференциация. Мы должны обязательно, потому что, если мы этого не сделаем, мы не будем знать, как дальше работать, и можем навредить. Поэтому первично мы должны установить, нет ли эндогенного фона. Если депрессия эндогенная, то есть генетически обусловленная, человек не виноват никак. Хотя нам, окружающим, может казаться, что этот человек, вот в силу тех, кто обстоятельств, зачем-то заболел. Нет, если это эндогенная депрессия, то первичным являются его генетические, ну скажем так, организменные составляющие, которые вторично уже обуславливают то, что действительно человек так или иначе начинает, ну первое, самое главное, плохо себя чувствовать, настроение сниженное, двигательная заторможенность, мысли вязкие, ну просто мысли часто пессимистического содержания. Если же мы имеем дело не с эндогенной, а, например, невротической депрессией, то да, здесь приоритетным является, конечно же, психологическая помощь. Ну здесь существует большая серия различных практик, наиболее эффективных, ныне культивируемых, является когнитивно-поведенческий подход. Суть примерно в следующем. Человек, вот как бы, то, что он заболевает депрессией, то, что он пессимистично относится к окружающему миру, то, что он пессимистично оценивает себя и перспективой собственной жизни. В принципе, это связано с тем, что те или иные происходящие события запускают у человека какие-то мысли по поводу этого события. Вслед в ответ на мысли возникает вот эта вот эмоциональная составляющая. Депрессия — это, в первую очередь, эмоциональное расстройство, аффективное. И дальше его действия обусловлены уже тем, как он интерпретирует этот мир. Депрессия — это основной поставщик всех суицидов, поэтому недооценивать ее не стоит. Вы должны отследить, направить к специалисту, желательно обратиться к психологу, который будет понимать, что здесь шутить не стоит, и если что, пусть комплексом взаимодействуют специалисты. Психиатр, клинический психолог, психолог, возможно, социальные какие-нибудь работники. Конфликтное поведение, как таковое, оно свойственно всем нам. И различные стратегии, которые мы используем в конфликте, могут быть разными. Говоря о том, можно ли в себе что-то формировать, то да. И, в принципе, я частенько этим занимаюсь как со своими близкими, так и с клиентами. Мы разрабатываем эффективные тактики конфликтного поведения. Основные стратегии, которые можно демонстрировать, это уступка. Это когда я забочусь о интересах другой стороны. У нас есть нечто, мы за это, что называется, у нас есть столкновение мотивов. Я уступаю человеку. То есть о своих интересах. Я не волнуюсь, пекусь, я пекусь о ваших интересах. Противостояние, сопротивление. Мы пошли, что называется, в замес. У нас холивар, мы воюем. Каждая из сторон оттягивает что-то свое. Компромисс. Мы частично договорились о том, что как-то мы договоримся и частично, скажем так, свои интересы мы реализовали. Потом избегание, когда мы просто уклоняемся, сразу на корню уклоняемся, вот, скажем так, решение конфликта. Ну и наиболее конструктивный, который может быть в конфликтной ситуации. Это сотрудничество. Когда и та, и та сторона каким-то образом нашли не только компромисс, частично удовлетворили, но нашли точки соприкосновения и стали сотрудничать. Это, конечно, идеально. Иногда надо избежать, потому что не столь значимо событие. Иногда можно уступить. Иногда категорически уступать нельзя. И да, ты должен до конца довести. Ну, конечно же, компромисс, как нахождение, если что-то очень значимое, или сотрудничество, как максимально идеальное, это, конечно, максимально хороший способ. Поэтому человек действительно принципиально поменяться может. Как самостоятельно, методом, что называется, саморазвития, он может выработать, скажем так, самый простой путь, это себя осознать, понять, кто ты, осознать свои сильные, старые, слабые стороны и работать в направлении, что называется, нивелирование, сглаживание, устранение или хотя бы приглушение тех негативных собственных сторон, черточек качеств и, наоборот, усиление каких-то позитивных. Кардинальные перестройки личности. Ну, именно я все-таки не очень верю. Все-таки какие-то устойчивые характеристики существуют. И очень ярко это, кстати, вот было обнаружено в связи с событиями 2014 года, когда люди в силу вот каких-то своих ядерных установок не смогли измениться. И это им, может быть, пошло даже во вред. Эффективными они не стали в изменившихся социальных ситуациях развития. Нет. Но они не потеряли вот то, что вы говорили, безотносительно потери себя. Для меня 2014 год это был катастрофа. Социально-психологическая катастрофа для жизни людей Крыма. И по сей день я не могу сказать, что я могу склониться к точке зрения другой. Нет. Я считаю, что все-таки деструктивного, негативного, на и без того достаточно сложный социально-психологический климат Крыма последних лет это был большой удар. Негативного я вижу больше. Люди во многом, по многим причинам можно разные аспекты разматривать, все-таки больше потеряли. В социально-психологическом смысле. Это да. Позитивные стороны, конечно же, они имеют место жить. Мы живые люди. Адаптационные резервы человека безмерны. Даже если взять условия интенсивных военных действий, адаптационные ресурсы в разы выше у людей, чем то, что мы можем иметь сейчас. Конечно же, для кого-то в чем-то может быть позитив. Но в целом для общества масштабно нет. Такая встряска, она была в и без того хрупкий мир между людьми, который уже начал формироваться. Это был очень мощный удар. Я знаю массу людей, у которых именно то базисное доверие очень сильно пошатнулось. А базисное доверие это тот ядерный механизм, который формируется в глубоком-глубоком детстве. Согласно одним из психологических идей, формируется вот там. И удар был по нему. Потому что доверие пропало к соседу, доверие пропало к другу. Там формально может человек не говорить, что это так. Капните глубже, посмотрите внимательнее, вы обнаружите, что доверие как раз таки нет. И вот вся та культура добрососедства, которую мы очень долго формировали, до 14-го года, куча диссертаций была защищена именно по вот этим взаимодействиям. В один миг претерпела очень мощный удар. Межэтнические вещи обострелись. Я это наблюдал, в принципе, и наблюдаю ныне. Я наблюдаю, что большая часть населения нынешнего, скажем так, крымского полуострова, в той или иной степени подвержена тем или иным страхам. Ну, мы не будем говорить о чисто психологических страхах, как индивидуального порядка, да, то, что у каждого человека там есть какие-то свои специфические страхи. Ну, в целом, удельный вес страхов, да, возрос у людей. Все намного больше осторожными люди стали, потому что все эти процессы, которые происходят, я не буду о них говорить, потому что их все видели, все знают. Конечно, повышает уровень ясно, как говорил до этого, утраты чувства базового доверия. Как можно доверять, если может, оказывается, происходить то-то, то-то и то-то. Поэтому, действительно, вот эти коллективные страхи имеют место быть, и не только у крымских татар. У большинства людей они имеют место быть. Долг каждого гражданина все-таки помнить о том, что если ты сейчас боишься решать свои какие-то базисные права, то, скорее всего, ты вот этого должен уже бояться, потому что если ты молчишь, если все будут молчать, то намного хуже будет. И вот то хуже намного страшнее может быть, чем то, что вот ты сделаешь, если скажешь правду. Не то, чтобы даже скажешь правду, если ты начнешь как человек, скажем так, требовать соблюдения твоих прав. Ну, в целом, говоря о крымско-татарском народе, большая все-таки социальная группа, поэтому однозначно сказать сложно. Но для меня, для меня, как человека, который сам является крымским татаром, я все-таки вижу очень серьезную стагнацию. Я не вижу развития нашего народа, того, о котором бы я, которое хотел бы я лицезреть. Нет, его я не вижу. Я действительно наблюдаю, что все-таки в большей степени мы стагнированы, мы стоим на месте. Какая-то часть идет назад, какая-то часть старается двигаться вперед, но в целом все это дается очень тяжело. Для того, чтобы народ развивался, я считаю, что в народе должны сформироваться те институты, которые будут направлены на развитие этого народа. В первую очередь повышение компетентности, это сотрудничество, это содействие, это соучастие в жизни, деятельности своих, скажем так, соотечественников. Необходимо друг другу помогать. Это первое и базисное. Любое сообщество, которое помогает друг другу, сотрудничает друг с другом, оно намного более жизнеспособно любых других сообществ. Это даже биологически закреплено, детерминированно, что те особи, которые унаучились по каким-то непонятным причинам взаимодействовать, они намного более адаптированы, адаптивны по отношению к другим представителям данного вида. Человека это касается как нельзя больше. Надо научиться помогать друг другу, содействовать. Да, одной из сильных сторон у нас является сплоченность в условиях внешнего врага. Тут мы объединяемся охо-хо-хо-хо как? В условиях каких-то бед и проблем. Да, мы умеем помочь человеку, находящимся очень в плохом состоянии, тут мы умеем. Но нужно помогать не только. мы слишком зациклены на своей сплоченностью, мы все-таки не зациклены. Это хорошо, что она есть. Вот. Но ее там намного больше. Но есть и успех движения наверх, радости, успехи, достижения. Вот в этом направлении я бы хотел, чтобы каждый был в состоянии это осознать, и если ему по силам помогать, содействовать другим. если мы научимся и в сложных условиях, и когда просто помочь человечку выйти наверх, подтолкнуть его, и сделать таких как можно больше, тогда мы все в целом, я думаю, пойдем наверх. С каждым, с каждым выше и выше. Было бы хорошо говорить о той идее, как государственность, обретение государственности. Я думаю, об этом думает каждый. Но это очень трудоемкий процесс, отсроченный, долгосрочный. Поэтому говорить о его вот прямо здесь и теперь не очень приходится. Необходимо делать шаги в этом направлении. И тем ближе они будут, тем более конкурентно способным станет народ в целом. Та идея, которая двигала наших, скажем, родителей, прародителей, да, она сильна. Она была энергетически заряжена. Она нашла свое некоторое окончание. Сейчас, чтобы могло так же подвинуть наш народ, несложно сказать. Несложно сказать. Конечно, ни в коем случае. Мне бы не хотелось, чтобы это опять стал какой-нибудь внешний, реальный или же образ какой-то только врага. Нет. Да, он объединяет очень хорошо. Да, это известный механизм для любых народов. Когда есть наличие какой-то угрозы, объединится легче. Мне бы хотелось, чтобы вокруг чего-то более светлого. Государственность как конечная цель обретения его. Я сторонник того, чтобы в каждой конкретной области, если формируется какой-то лидер, который будет ответственен непосредственно за решение какой-то задачи. Если он будет действовать во благо народа, развития народа, то пусть. А в глобальном смысле, в глобальном смысле, я думаю, наш народ и так уже достаточно научился. Наш народ действительно политически грамотный. я тут согласен со всеми, кто высказывает эту мысль. Поэтому принципиально двигаться в нужном направлении наш народ умеет. Опять-таки частные какие-то вещи, там должно формироваться лидерство, эффективное даже управление, который научится управлять людьми. На ум приходят слова моего учителя Калина Владимира Константиновича, основатель факультета психологии Таврического национального университета. И он мне один раз проговорил, говоря о нашем народе. Две основные тенденции. Одну мы и сами знаем, он ее так и сформулировал, как можно больше детей. Дорт Безнекурт Араджак есть. И он так и сказал, Сидамет, ваша задача такая демографическая, больше социологическая, это как можно больше вас должно встать в Крыму. Когда вас станет около 30%, он тогда проговорил, вы сами почувствуете, что вот чисто в популяции вас много, ваша представленность высока, и вы уже будете чувствовать себя на родине дома. С этим я вижу наш народ неплохо справляется, есть все-таки тенденция к демографическому росту, не будем говорить о всех вот этих вот негативных вынужденных переселений. Но он про вторую говорил, когда предлагал мне устроиться в Крымский инженерно-педагогический вуз, он мне поговорил одно, Сидамет, твоя задача устроиться в вуз, найти тех детей, которые действительно могут, всех не надо, все сильными быть не могут, все интеллектуалами быть не могут, это он признавал это естественно, что, скажем так, у каждого все-таки свои способности. Вот твоя задача находить тех светлых головы и вложиться как можно больше в то, чтобы они подросли, выросли, пошли наверх и научить их тому, чтобы, когда они вырастут, чтобы они точно так же смотрели по сторонам и помогали друг другу. ну и возвращаясь к тому, о чем я уже говорил сегодня, что взаимовыручка, взаимоподдержка в условиях успехов, не только в условиях неудачи, там мы успешны, а именно в области успехов и движения вперед и наверх. Если вот эта команда, сплоченность в области достижений будет сформирована у нашего народа, я думаю, все будет у нас в руках, та же государственность в обозримом будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова